Театр «Русский балет» представил премьеру. Однакный балет «Лолита» на музыку Родиона Щедрина поставила молодой хореограф Татьяна Василишина, ученица Вячеслава Гордеева. На премьере «Лолита» Родион Щедрин композитор разрешил использовать свою оркестровую хит для постановки балета Татьяне Василишиной, хотя это её дебют. Татьяна Василишина, она моя студентка. Она проучилась у меня 4 года в ГИТИСе, и это была её дипломная работа. Я рад, что её дипломная работа вышла на большую сцену. Это большая удача вообще для студентов с такой темой, с таким композитором. Это двойная удача. «Лолита» Набокова встала на пуанты для американки Матислав, которая закончила Московскую балетную академию. В образе 12-летней нимфетки самое сложное – быть эротичной. «Лолита такая непонятный характер. Она вот ещё ребёнок, и она любит такие эротические всё. И я, конечно, такая не в жизни. Но на сцене я стараюсь как-то быть такая». Матис прочитала роман Набокова, посмотрела на русском и на английском фильмы, влюбилась в музыку щедрина. В начале балета она танцует на пуантах. По мере того, как развиваются её отношения с Гумбертом, переходит на балетки. Это заземление словно символизирует переход в недетскую жизнь. Хореограф спектакля Татьяна Василишина, прочитав «Лолиту» в 15 лет, не стала пересчитывать роман перед постановкой. Делала балет по тем первым впечатлениям. Танец сопровождают кадры из фильма на всё про всё 40 минут. «Я старалась продвинуть все сюжетные линии, которые были у Набокова. Также и сумасшедший дом, где находится Гумберт, и линию любви с Лолитой, и взаимоотношения с её матерью, и также её измены. В общем, сплошная любовь, страдания, предательство. И главный вопрос, выживет ли любовь или победит разочарование». В финале все главные герои умирают. И аплодисменты зала, который стойко пережил новую версию известной всему миру Набоковской Лолиты. Елена Ворошилова, Александр Садульский. Новости культуры.